Все для фронта, все для победы. Им под таким девизом работали заводчане во время Великой Отечественной. Не спали сутками и петропавловцы, они собирали военную радиотехнику. Здесь ее начали выпускать в 41-го, когда из подмосковного Александрова эвакуировали завод имени Кирова. Накануне праздника там чествовали своих ветеранов. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Они почти не спали, работали по 14 часов в сутки, чтобы этот день стал ближе. Многие из кировчан и сами воевали. Около 400 рабочих ушли на фронт. Сегодня заводчан свидетелей тех страшных событий осталось всего двое. Прийти они не смогли, здоровье не позволяет. Это Хмельницкий Павел Адамович и Авдеев Николай Иванович. Бывшие работники нашего завода, которые пришли уже по окончании войны. Участников войны посетили на дому, поздравили. Сердечные поздравления всем ветеранам. Кто эту годину военную перенес на фронтах, но труженикам тыла тоже было. У них не боевой фронт был, а трудовой фронт. Поэтому работали, как рассказывают, и до станка не дотягивались, и спали под станками, и не выходили сутками. Потому что девиз был – все для фронта, все для победы. Не забывают и тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и мир. В память о них минута молчания. Вместе с метрономом скорбный ритм отбивает дождь. А после нужно укрыться от непогоды. Для гостей подготовили концерт. День Победы с Муглянка Катюша звучат любимые песни. Ветераны подпевают и вспоминают военные годы. В 41-м вместе с оборудованием завода от обстрелов и бомбежек в Петропавловск приехала семья Валентины Дробот. Она была еще ребенком, говорит, многое забыла. Но яркими вспышками перед глазами появляется горящий подмосковный Александров. Квартира наша находилась, как по рассказам моих родителей, недалеко от железнодорожного вокзала. И когда началась бомбежка, началась паника, родители побежали. И было окно громадное. Я помню, мы сидели на этом подоконнике и видели, как вот разрывались бомбы, и люди бежали в панике. Спаслись в Петропавловске. Но и здесь, хоть и не гремели выстрелы, в это время было не сладко, рассказывает Валентина Дмитриевна. Отца не видели, сутками был на заводе. Его, кстати, на фронт не забрали из-за инвалидности. А мама возилась с двумя детьми, каждый день думая, чем их прокормить. Малыши уже подрастали и видели, на что людей толкает голод. Забегает мальчишка, грязный, ободранный, в каком-то вот таком зипуне с длинными рукавами. Подбегает к плите, баба, мать что-то там готовила, какую-то рагу. Он открывает эту крышку, руками грязными залезает в эту кастрюлю и в карманы себе накладывает вот это вот месиво. Отец, мать, сама Валентина Дмитриевна, а позже и ее сын. Все они работали на заводе Кирова. Концерт подходит к концу, а в это время во дворе уже разносится запах солдатской каши. Какой же День Победы без полевой кухни? Александра Салминару, Стамт Леужанов, Новости МТРК.